И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно решению проблем ДДОС-атак. Есть у нас одна очень интересная информация, которая уже появилась у нас, получается, несколько дней назад. И до сих пор я о этом не знал и не мог записать видос, но мне сообщили очень интересную информацию, которой нужно обязательно поделиться с вами. Если вам нравится подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровые аккаунты, кустую, тему личные, так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодняшняя тема будет, как всегда, посвящена ДДОС-атакам и тому, что у нас происходит вокруг них в нашей игре. И, как вы знаете, у нас в игре есть наша локаль, да, то есть и локаль китайского направления, да, то есть у них есть свой определенный сайт, свои определенные сервера и свои функции. Так вот, у них изначально ДДОС-атаки также были, да, и были те же самые проблемы, что и у нас, но уже, получается, 3 дня прошло с момента того, как у них на серверах произошли, произошли восстановления серверов, то есть это с китайского официального сайта информация, которую вы видите сейчас на своих экранах. Да, понятное дело, что здесь с переводом, и перевод здесь немножечко недостоверный, можно так сказать, но суть вы понимаете, то есть с 12 часов 30 июля восстанавлены сервера с системой борьбы, только здесь не с наркозависимостью, понятное дело, а с теми проблемами ДДОС-атак, и сервера с 30 июля с 12 часов стали на китайской локале стабильно работать. То есть, по сути, у них была дополнительная информация о том, что вот тогда-тогда мы стараемся починить наши сервера, и сервера будут работать. Так вот, уже, получается, 3 дня прошло с этого времени, как сервера на их локале работают, и работают, ну как мне видится, стабильно, да, исходя из того, что на подсерверах китайских все работает четко, остается лишь надеяться на то, что и на наших серверах в ближайшем будущем все это дело починится. Ну и вместе с этим мне еще закинули информацию с комментариями разработчиков игры в сетях, да, которые были уже относительно давно, то есть 25-го числа и 21-го числа, о том, что величина компенсации будет, чтобы по возможности удовлетворить всех, кто пострадал. То есть здесь вы можете прочитать всю информацию, я так вкратце, ну самое интересное, что здесь есть, это информация компенсации, да, то есть и сами разработчики говорили о том, что эти компенсации будут, да, и то, что их обязательно сделают после окончания всех этих проблем, которые свалились на игру. То есть для тех ребят, которые там до сих пор думают о том, что, мол, да не, компенсации не будет, да, ну как всегда Орех всех там заскамит условно, да, починит сервера и никаких компенсаций не будет. То есть здесь есть, ну, можно сказать, прямые пруфы, да, прямые пруфы того, что компенсация за эти все проблемы будет. В следствии этого, да, то есть если подытожить все это дело, если у нас китайские сервера и китайская локаль, которая отдельно от нашей локали существует, уже решила все эти проблемы, то есть большая доля вероятности, что и наши проблемы уже в ближайшем будущем должны быть починены. Да, как бы это странно ни звучало, и сколько бы времени уже не прошло, уже прошло более трех недель, да, ну, либо около трех недель, как у нас начались все эти проблемы. Ну, и понятное дело, что они уже должны подходить к своему логическому завершению, да, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы все это дело вместе с вами и увидим. Пишите, что вы думаете по этому поводу, когда все это дело закончится, когда решат все проблемы, по вашему мнению, чем это все дело закончится и какой компенсацией это закончится, что самое главное, пишите все свои мысли в комментариях, поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы так же, как и я, ждете окончания всех этих проблем и компенсацию. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.